Окей. Добрый вечер. Мы с молитвой о помощи, чтобы нам была помощь свыше, продолжаем книгу «Геврея и Мим. Хроники. Повести временных лет» – это, в общем-то, в шутку. И то, что мы можем представить себе с вами, то, с чего я хотел бы начать, это с проблемы хронологии. Очень коротко. Дело в том, что есть хронология, которая вытекает непосредственно из Торы, когда мы считаем от сотворения мира и считаем дни жизни великих людей-царей, продвигаемся и получаем полную, как бы, систему. И есть исторические изыскания. Несмотря на то, что хронология, принятая в университетах, в академии, она, как бы, незыблемая. И, тем не менее, есть целый ряд моментов, целый ряд посылок, которые заставляют задуматься. Я не знаю, настолько уж это принципиально. Нам гораздо удобнее и правильнее, с моей точки зрения, пользоваться хронологией, которая вытекает из книг Торы, из книг пророков. До прихода Александра Македонского, или, скажем, до возвращения из Бавилонского плена, расхождение между нами и историками примерно 140 лет. Потом оно постепенно, со временем Александра Македонского, оно нивелируется. И тут нужно обратить внимание на то, что наша хронология передается по традиции. А хронология, которая составлялась народами мира, она составлялась ими довольно поздно. Сейчас я все-таки, вот я пытаюсь говорить и выйти на... Так, вот, да, и то, что я выписал здесь для вас, это из книги Толдоту Лам Рава Ротенберга. Вот я ищу теперь увеличение, как мне сделать, потому что... Вот оно увеличение здесь, секунду. А у народов мира, древнего мира, понятия «история» не существовало, так как факты взаимосвязей и неслучайности событий не были им известны. Примером могут служить древние мифы, описанные в них события не имеют никакой привязки ко времени. То есть мы видим, что древний мир передвигается в такой аморфной, хаотичной временной системе. Каждый раз начинают считать от правления нового царя. Мифы, как мы отметили с вами, они вообще живут вне времени. Пожалуй, первый историк – это Геродот, который написал свои труды около 425 года до нашей эры. Естественно, мы к тому времени уже вели свою хронологию порядка тысячи лет и более. Существует много легенд о том, что якобы в Вавилоне были найдены таблицы с клинописью, в которых отмечено затмение Солнца, и по этому затмению Солнца можно установить точные даты правления того или иного царя. Это легенда в научном мире, которая никоим образом не подтверждается, никаких таблиц не было найдено. Основой для современной хронологии научной являются летописи Древнего Египта, хронология, которая была составлена ретроактивно одним из лицов в греческий период, в эллинистический период порядка 300 лет до нашей эры. И казалось бы, что все даты очень точные, хорошо все очень подогнано, однако такой великий человек, как Эмнуэль Беряковский, друг Эйнштейна, он очень сильный историк, он подверг критике научную хронологию. Один из моментов, который он указал в своей книге, которая называется «Народы моря», это то, что считается, что Троянская война была, война против Трои была где-то в XII веке до этой эры, а Гомер писал в VIII веке до этой эры. Он говорит о том, что такие подробности, которые указывает Гомер, мог указывать только современник событий, и совершенно непонятно, почему не сказать, что он был современником Троянской войны, и она происходила где-то в VIII веке до нашей эры. Это одна из многочисленных посылок критических Беряковского о относительно современной научной хронологии. Те даты, которые приводятся в современных учебниках и научных трудах, очень трудно найти их обоснование, практически невозможно. Всегда говорится о том, что храм был разрушен с научной точки зрения в 586 году, а фактически невозможно найти, кто и когда ввел эту дату. В 586-й год до этой эры, разрушение храма. У нас, по нашим подсчетам от сотворения мира и с указанными гаданиями правления царей, есть, конечно, мы знаем внутреннее содержание, внутреннюю структуру, мы знаем, что о царе, может быть, сказано, что он умер, как говорится, об Узиягу. Он, на самом деле, правит еще после этого 20 лет. Он умер в таком духовном плане, он ничего не мог сделать после одного из своих поступков. Значит, вот эти 20 лет мы знаем, что их не нужно включать в общий список лет, в общее количество лет. И так далее, есть много таких хитростей, с которыми люди, не владеющие традицией, незнакомые, поэтому у них все рассыпается и сыпется. У нас все более-менее точно, у нас нету, как бы, даже споров в этом вопросе, потому что все довольно точно записано в самих писаниях. Это такое замечание относительно хронологии. В наших лекциях и в том, что я пишу, я пользуюсь еврейской хронологией, однако очень часто для удобства перевожу это в принятое летоисчисление. То есть есть хронология, есть событие, которое произошло тогда-то, допустим, 3000 лет назад. Ничего не меняется, если я эти 3000 лет назад обозначу от сотворения мира, я скажу, сколько это лет от сотворения мира, или я скажу, сколько это лет до этой эры. Так вот, я обычно пользуюсь до этой эры или этой эры, пользуюсь вот таким принятым обычной терминологией. Хотя можно и пользоваться и датами от сотворения мира. И вот это наше такое замечание. Теперь хотелось бы поговорить, в общем-то, начиная с Дебрием и Эмим, книгу «Хроник», хотелось бы поговорить о смысле истории, что скрывается за строками Дебрием, Эмим, «Хроник». И у нас Рамбан Нахманит, комментатор XIII века, он дал и интересное очень соотношение между днями творения и всей историей человечества. Нужно сказать, что не только Рамбан Нахманит, но и Медраж Раба, он указывает нам на смысл истории, не только на хронологические события, которые идут одно за другим. В каждом и каждом событии есть какой-то смысл, смысл в том смысле, что все направлено к определенной цели. Настор начинается со слова «вначале», и это для нас принципиально. Мы говорим об акте творения из ничего, а там, где есть начало, там есть и цель. Если греческая мифология представляет себе сотворение мира из хаоса, то все дальше и продолжается, как хаос без определенной цели, без определенных моральных условий и норм. Греческие боги, божества в греческой мифологии, они также и передвигаются, и выглядят как порождение хаоса. У нас есть начало, одна точка, от которой протянут вектор к определенной цели, к исправлению мира. И вот можете здесь обратить внимание на слово «вначале». И к первым шести дням творения Рамбан Нахманит дает такой комментарий. Рамбан на Берешит, на вторую главу. Вот мы с вами здесь видим, постараемся познакомиться с этим текстом. И Рамбан Нахманит говорит так. Знаешь, что в слово «лаосот» делать, это то, что Всевышний сотворил, чтобы делать, так говорится в Торе, как в завершении шести дней творения. Рамбан расшифровывает это так. Что значит сотворил, чтобы делать? То есть он видит в шести днях творения некоторую схему, некоторую такую маску, как бы сегодня сказали, некоторую матрицу, и с которой дальше развертываются, как, опять же, пользуясь современным выражением, как по нанотехнологии, развертываются дальше события истории, которые, если так можно сказать, рассчитанно, запланировано на шесть тысяч лет. Адам в последний день своего, в последний день творения, когда он был создан, шестой день творения, он совершил преступление против Всевышнего и испортил в шесть дней творения. И вот теперь эти шесть дней творения должны быть исправны. Какими? Каким образом? Сделал Всевышний, сотворил Всевышний, чтобы делать. Делать не один, не один, а вместе с человеком, вместе с человечеством. И Рамбам продолжает и пишет, ибо шесть дней берешит, то есть шесть дней, последовавшие за творением из ничего, они как дни мира, годы мира, потому что мир будет существовать шесть тысяч лет, как мы с вами уже представили, тысяча лет за один испорченный день творения. Рамбам ссылается нахманит на трактат Рожишана, начало года на 31-й А лист. Ибо так сказали в Бреши Траба, один день Всевышнего равен тысяче лет. Вот такая уже есть арифметика, которая может быть сегодня, когда существует понятие относительности времени, она более-менее понятна. То, что в период творения для человека это один день, для Всевышнего это как тысяча лет. Или как тысяча лет. И вот первые два дня творения продолжает Рамбам, мир был весь, представлял собой воду, то есть нечто бесформенное. Не обязательно воду, нечто бесформенное, бесформенное, как мы помним, сказано в Арзе и Татоу Баву, земля была бесформенная и хаотична, как говорят. И ничего не было завершенного, никакой формы завершенной не было. И также есть намек на две тысячи лет первые, что не будет в них никого, кто бы призывал по имени Всевышнего. Мы понимаем, что есть Адам, мы понимаем, что есть Адам, есть и тот же самый нож. Потом поколения теряются, как бы в плане понимания Всевышнего, у них уходит понимание Всевышнего, они идут по пути идолопоклонства. И Рамбан говорит, может быть, как бы не точно, не точно он говорит, как бы не подгоняя год в год, но в принципе две первые тысячи лет отмечены тем, что к Всевышнему никто не обращается. И так сказали в трактате Авода Зара. Продолжает Рамбан, первые два дня, первые два дня творения, соответствующие первым двум тысячам лет, они называются временем Тогу, временем хаоса. Тут же он оговаривается, Рамбан и говорит, но в первый же день творения был сотворен свет, и он, как тысяча лет жизни Адама, когда его свет, когда его знание о Всевышнем, оно присутствовало с ним. Мы понимаем, что это знание о Всевышнем, его правильном виде, Адам не смог передать своим потомкам, всем своим потомкам, человечеству, общая как бы составляющая человечества, первые две тысячи лет, Всевышнего не знают, Всевышнему не обращаются. Если есть представление о Всевышнем, то они весьма и весьма извращенные, их можно приравнять к этого поклонства. И Рамбан говорит, Нахманит в качестве предположения, «Может быть, и нож не опустился до Авады, за рыдой, до его поклонства, пока не умер Адам». Мы помним, что Адам прожил 930 лет от своего сотворения. Во второй день переходит так, первый период, это два первые дня, когда есть творение из ничего. Единственное, что существует, это свет. Земля, если можно говорить о Земле, она хаотична. И поэтому мы говорим, что параллельно, если мы проводим параллель с нашей историей, с историей человечества, то две первые тысячи лет – это сплошной хаос в плане отсутствия знания Творца. Мы можем представить себе, да, очень легко, что отсутствие знания Творца, оно приводит к хаосу и к хаотичности, и к жестокости, и к извращенной моральной и в жизни человека. Невозможно построить общество, невозможно построить свою жизнь, ну, может быть, за речайшим исключением, без правильных представлений о Творце. Да? Без правильных представлений о Творце. И вот во второй день, да, были созданы, была создана перегородка между водами, и это соответствует времени потопа. Потоп произошел в 1696 году. Опять же, здесь многие комментаторы объясняют, что они совершенно не обязательно придерживаются год в год, да, есть какие-то процессы, которые происходят вокруг, так сказать, вот этой точной даты 2000 лет. И вот 1696 год – это потоп, и Рамбан Нахманит обращает внимание на то, что здесь происходит разделение, и это разделение в плане человечества соответствует отделению Ноха от злодеев, то есть 2000 лет соответствующие, 2000 лет хаоса, в них вот присутствует создание перегородками между водами во второй день, и это соответствует отделению Ноха от злодеев, и вот вторая тысяча лет подходит к концу. В третий день творения появляется суша, появляются растения, и появляются плоды. Это третья тысяча лет, соответственно, третья тысяча лет появления суши в третий день, и в это время Аврааму 48 лет. Почему важно, что Аврааму 48 лет? Авраам родился в 1948 году от сотворения мира, и когда миру исполняется 2000 лет, Аврааму исполняется 48 лет, и еще через немножко, еще, скажем, через какое-то короткое время, совсем короткое время заканчивается вот этот мир хаоса. Почему? Потому что Авраам начинает распространять знания о Боге, о Всевышнем среди людей. Подошло конец миру хаоса. 48 лет Аврааму, 52 года Аврааму, когда заканчиваются 2000 лет, и мы помним с вами эту историю, о том, как Авраам, сын Тераха, разбивает в магазине своего отца идолов, и потом, когда отец спрашивает, кто разбил, он говорит, что разбил самый сильный идол, и так далее. Отец сердится на него, в конце концов Авраам попадает на суд к Немроду, правителю Урка-Сдим, где он живет, кстати, вместе с самой развитой цивилизацией живет Авраам, и тот его бросает в печь, и Авраам выходит живым и невредимым из печи, после чего он начинает нести слово Торы людям, Всевышний приказывает им уйти в землю Израиля, и он несет слово Торы людям. Вот в 48-м году его жизни это начало века света или века Торы по Рамбаму. Здесь можно остановиться на таком моменте, скажем, можем представить себе, что потоп происходит в 1656 году отцетворение мира, в 1996 году, это дата разрушения Вавилонской башни, и Анох умирает в 2006 году, то есть Анох дожил до того времени, как его сыновья восстали против Всевышнего, он видел все это своими глазами. Здесь мы можем обратить, что Анох, Шем, мы с вами видим, Арпахшат, Шелах и Эвер. Вот на Эвере стоит остановиться, мы видим, что это праправнук Шема, мы знаем, что Шем и Эвер пытались как-то по-своему нести знания человечества. Тут нужно сказать, что чем Авраам отличается от всех праведников, которые предшествовали ему. Когда мы говорили, что не было знаний о Всевышнем, мы говорили о человечестве. И, конечно, отдельные люди, они сохраняли знания о Всевышнем, так же, как мы видим, это Анох. Анох ни в коем случае не было поклонникам и так далее. И в этом плане, естественно, что после потопа хранителем такой веры, истинной веры, был Шем, и вот продолжатель его дела Эвер. И от Эвера, как мы видим, с нами происходит Терах, от Тераха Авраам. Очень поучительная эта история, которую мы не всегда правильно воспринимаем у Эвера, были истинные знания о Всевышнем, но его идея, его потомков заключалась в том, что невозможно объяснить истинные знания всем людям. И нужно дать им что-то упрощенное, какой-то культ какого-то идола по возможности, так сказать, приличного, морального, в какой-то степени отражающий какие-то аспекты Всевышнего, но точно говорить о Всевышнем, об Абсолюте, о бесконечности невозможно со всеми людьми. Авраам, да, и поэтому у Тераха вот и существует этот магазин идолов. Он потомок Эвера, он продает идолов другим. Он придумывает для них религии, он объясняет, как поклоняться, он старается удержать людей от тех культов, которые были распространены в человечестве, от разврата и даже принесения человеческих жертв. Его идолы это не делают, Тераха. И вот он в своем магазине торгует такими более-менее приличными идолами. Авраам, и Авраам отличается от Тераха тем, что он хочет. Он считает это необходимым, нужным, обязательным для сохранения мира, для его развития, для его исправления, раскрыть истинные знания о Всевышнем всем, всем людям. Разбить эти идолы, эти какие-то приблизительные представления о добре и правилах жизни, которые идут от Эвера и распространяются для всех народов. Все это разбить, выкинуть и откинуть и постараться до людей донести истинные знания о Боге. А вот получается это у Авраама или нет, это это большой вопрос. Но сейчас мы с вами в любом случае в мире зажигается свет. Этот мир, в котором есть слово о Всевышнем, обращенное ко всем людям, мир, в котором есть человек, который готов нести знания всем всем людям, истинные знания всем людям, он отличается от того мира, который был до этого мира, который существовал две тысячи лет назад. Да. И вот в третий день появляется суша и появляются плоды. Это можно сравнить это можно сравнить с Авраамом. Вот. Да. Так. Это я пытаюсь как бы найти то, что нам нужно. одна секунда, одна секунда. Вот. И все-таки я сейчас открою, подниму еще один, постараюсь поднять еще один ковец, которым мы с вами воспользуемся, мне кажется, несколько удобнее, чем этим ковецам. И начинается начинается третье тысячелетие и в третий день творения мы видим с вами, что, как мы уже отметили, появляются суши и появляются на ней плоды третья тысяча лет. Начинается в человечестве с Авраама с 48-52 лет его по разным как бы комментариям и представлениям он начинает произносить имя Всевышнего, рассказывать о Всевышнем и так далее. Вот. И наши мудрецы, они комментировали так. Вот есть нефиш ашер асу бихаран есть души, которые сделали Авраам и Сара сделали в Харане, то есть люди, которым они объяснили истинные представления о Всевышнем. И в 2448 году от сотворения мира, в 1312 году до этой эры сыновья Израиля получили Тору. и это третье тысячелетие, тысячелетие Торы, четвертое тысячелетие также должно быть тысячелетием Торы, но только как у каждого тысячелетия есть своя окраска и это тоже будет иметь тысячелетие и будет иметь свою окраску в четвертом тысячелетии. В четвертый день творения есть светило большое и малое, а в четвертом тысячелетии построен храм. Царь Шламу строит храм, который прозвуществовал ну скажем тысячу лет и храм второй храм был и да, то если говорить конечно о первом и втором храме и включить сюда период период изгнания, то храм, как мы с вами видим здесь просуществовал 900 лет 410 первый храм 422 храм 70 лет изгнания между ними получаем точно 900 лет я не хочу вдаваться во все почеты точно здесь но четвертые тысячелетия за 172 года до начала пятого тысячелетия до 172 года до окончания четвертого тысячелетия разрушен храм и начинается новая эпоха новые 2000 лет которые можно назвать временем Машиаха временем освобождения Рамбан Нахманид нам говорит что горел огонь на жертвеннике вот этот огонь как раз можно представить себе как светило первый храм более сильная шхена божественное присутствие как бы более сильный в духовном плане огонь на жертвеннике второй храм это большое светило второй храм это меньшая сила светило меньшего сила это светило меньшей силы и это малое светило второй храм и как мы как мы с вами сказали, за четыре тысячи лет, за сто семьдесят два года до окончания четыре тысячи лет, четырех тысяч лет от сотворения мира разрушен второй храм. Эти сто семьдесят два года также можно объяснить, привязать и так далее, но это не является нашей задачей, потому что мы здесь просто утонем во всех подробностях, просто нужно учитывать, как бы так же, как говорит сам Рамбан, что есть еще понятие такое вечера, когда один день переходит в другой, вот поэтому не все точно, не всегда все точно укладывается. И вот напоминаю, две первые тысячи лет это две первые тысячи лет, это можно сказать две тысячи лет хаоса, вторые две тысячи лет, это в общем-то век Торик, когда говорит Авраам, и его учение распространяется, да, и когда стоят, когда стоят два храма, вот, а последние две тысячи лет мы с вами можем представить себе, как говорят, время Машиаха, время, которое, я бы не сказал, что опять же не нужно думать, что это какой-то конкретный человек, время, которое направлено непосредственно на исправление, на исправление мира, на построение храма заново, и как бы, да, для того, чтобы мир был исправлен, был похож на тот сад, из которого был изгнан Адам, это последние две тысячи лет, да, и вот Ромбан Ихманит нам говорит, что этот период последних двух тысяч лет начинается за 172 года до окончания четырех тысяч лет, после разрушения храма, вот, и будут править народы, и человек превратить, человек ставят, как рыбы, которых собирают в небо и истребляют, и которых ловят на удочку и поднимают из воды, то есть так Ромбан Ихманит представляет себе время прости разрушения храма, когда нету и знания Всевышнего, и когда в мире господствует тирания, жестокость, ужасные формы правления, он таким образом представляет себе тысячу лет, которые начинаются за разрушением храма, и нету того, кто бы обращался ко Всевышнему. Безусловно, есть люди, которые обращаются ко Всевышнему, что Ромбан Ихманит имеет в виду? Он имеет в виду, что нету силы у молитвы, человек не чувствует ответа Всевышнего, нету пророчества, когда есть невозвестная связь со Всевышним, а молитва пророка она наиболее действенная и наиболее сильная. Конечно, то, что никто не обращается ко Всевышнему, никто не ищет как бы Всевышнего, это не так, как было во времена до потопа или во времена Вавилонской башни. Вот это первое тысячелетие, когда мы помним, что в пятый день сотворения рыб, и вот люди, как рыбы, жизнь которых стоит не больше, чем рыбы, и их ловит и вытаскивает сетями. Шестое, шестой день творения, утром земля выпускает животных, души животных и присмехающихся, и животных по виду их на земле. Раббам говорит об этом моменте, о сотворении животных в начале пятого дня. И он говорит, что животные – это царства, которые будут властвовать. Опять же, жестокая власть, тирания, да, и мы понимаем, что здесь перекликается определение Рамбана, Нахманида, который определяет вот это время, соответствующее, это время соответствующее творению животных. Время творения животных определяет его как время правления тирании. Это соответствует книге Даниэля, в которых царства описываются как дикие животные, а потом они описываются как домашние животные, которые тоже нападают друг на друга, терзают друг друга и топчут и так далее. То есть правление – животный мир. Просто дикость, жестокость – это то, что соответствует сотворению животных. И, наконец, сотворение человека – это появление более нормального, более гуманного управления и переход ко времени Машеха. То есть сотворение человека, человеческое лицо – это переход уже к исправлению мира. это как бы та схема, которую нам нарисовал Рамбан, Нахманит. И можем себе представить ее, как я напоминаю, что основная идея – это параллель шести дней творения тому, что происходит на протяжении шести тысяч лет человеческой истории. И мы видим, что как бы общая схема, то есть эти шесть тысяч лет постоянно разбиваются на две тысячи лет, две тысячи лет и две тысячи лет. Общая схема, постоянное приближение так или иначе к знанию о Всевышнем для того, чтобы потом это знание о Всевышнем раскрылось полностью, истинно. Может быть, можно сказать, что тогда завершится дело Абраама, о котором говорится, благословятся тобой все семейства Земли. От истинного знания Всевышнего зависит благополучие во всем мире, зависит благополучие всех стран. И поэтому как бы вот эти три отрезка истории – две тысячи лет хаоса, две тысячи лет Торы и две тысячи лет Машеха, они как раз должны привести к благополучию человечества, что опять же невозможно быть из истинных знаний о Боге, о Всевышнем. Скажем, мы представляем себе такую схему истории. Можно представить себе, что Агра, Бильнюсский Гаон пошел дальше, он взял Медраж и представил себе, когда и в какое время, в шестой день был сотворен человек. И это стало для него инструментом для, скажем, определения того, что будет в ближайшем будущем, что будет в конце пятого тысячелетия, в конце шестого тысячелетия, когда уже будет приближаться время Машеха. Таким образом, ему, скажем, удалось предсказать возникновение, возвращение сыновей Израиля на землю, возникновение государства. У него получился 1946 год. Можно Вильнюскому Гаону, в шутку говоря, простить ошибку на два года. На этих расчетах Вильнюсского Гаона, исходя из Медраж, исходя из сотворения человека, из времени сотворения человека, основана книга Коля Тор «Голос Голубя» Раби Ишклова, который был его учеником Вильнюсского Гаона. Если мы не ухватили с вами даже все детали, то хотелось, чтобы мы поняли с вами основную идею 6000 лет истории. История рассчитана на 6000 лет. Они параллельны шести дням творения. Связь между ними такая. Адам испортил шесть дней творения мира. И человечество, его потомки должны на протяжении 6000 лет исправить то, что он испортил. Основное то, что он испортил, он отдалился от Всевышнего, спрятался от Всевышнего. Человечество должно найти и раскрыть Всевышнего. Путь этот довольно трудный и сложный, потому что без знания о Всевышнем, без четкого знания о Всевышнем, в мире господствуют самые разные силы, такие как тирания и злодейство. все это как бы превращает мир то в хаос, то еще в какой-то, скажем, то в дикий лес, в котором человеку очень трудно существовать. Здесь я хочу остановиться, прежде чем мы продолжим дальше, и дать вам возможность задать вопросы. Пожалуйста, если у кого-то есть такая возможность, то есть если у кого-то есть такое желание, вот если кто-то смотрит Facebook, я, к сожалению, не могу отреагировать сразу, потом я попытаюсь ответить на ваши вопросы, если вы напишите в писанном виде. Вот, а здесь те, кто, слава богу, в программе LeMond, очень удобный, я советую всем к ней присоединяться, те, кто еще до сих пор остаются в Facebook, присоединятся к LeMond. Вот, я, скажем, с вами, с участниками LeMond, пожалуйста, если я что-то могу ответить на ваши вопросы, я готов. Так, ну, я чувствую, что вопросов не поступило, я даже сейчас, я сейчас проверю чат, боюсь, что и в чате нет вопросов, вот, ну, будем считать, что либо меня было плохо слышно, либо я все очень замечательно изложил. Слышно отлично, это точно. Да, понятно. Хорошо. Тогда мы делаем следующий шаг и пытаемся... Я не отвечаю, но слышно хорошо. Я понимаю, да. Вот. Тогда мы делаем следующий шаг и пытаемся еще продвинуться с вами, пытаемся продвинуться еще с вами дальше, так? Секунду. Так. Да. Вот. Тут перед нами мы идем дальше. Это схема, скажем, потомков Авраама, на которой мы не будем с вами останавливаться подробно. Она вытекает из описания, описание, которое приводится в книге Хроник 1. То, что для нас важно, это, опять же, идеи Авраама, как он пытался, как он пытался исправить мир через своих детей. Да. Мы с вами видим, да, тут сказано, да, тут сказано, в этом тексте сказано так же, как и в книге Дебрей, Дебрей Мин, да, вот, сказано Авраам, Гу Авраам. Авраам – это Авраам, да, то есть книга Дебрей Мин подчеркивает для нас, чтобы мы не перепутали нашего праотца ни с кем и знали, что сначала его имя было Авраам, а потом его имя после заключения с ним союза стало Авраам. И вот мы с вами здесь видим, мы с вами видим Ицхака, да, среди потомков Авраама, которого родила ему Сара, но мы также видим и значительное потомство по своему количеству, да, которое происходит от Ишмаэля, сына Авраама, которая родила ему Агарь, да. А также на, скажем, в более пожилом возрасте уже после, более пожилом возрасте уже после смерти Сары Авраам взял себе жену, имя которой Ктура, да, он, говорят, что есть один из комментариев, что это также Агарь, да, но, скажем, совершенно не обязательно придерживаться этого комментария. Есть еще жена, которую Авраам берет на старости лета, которая называется Ктура, и у которой также рождаются, также рождаются дети, да. У Ишмаэля должно быть 12, насколько я помню, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, да, основных потомков Ишмаэля, да, дети Ктуры, довольно большое число, да. И у Ицхака указан прежде всего Исаав, да, и только потом указан Исраэль, указан Исраэль. Так нам излагает книга Хроник, первая в 24 по 26 главу, давая перечисление потомков Авраама. Для того, чтобы понять, скажем, смысл, скрытый смысл книги, да, может быть, и как бы истории Авраама, нужно представлять себе, что основная задача Авраама, как мы с вами помним, была распространить знания о Боге среди народов мира. И мы помним, что в Хоране он обращается к людям, у него появляются последователи, прежде чем он отправляется в землю Израиля. Затем у Авраама рождается Ишмаэль, и Ишмаэлю Авраама дает определенное предпочтение, рассчитывает на него. То есть, когда он получает, когда он получает известие от Всевышнего, что у него родится сын, который он назовут Ицхак, то Авраам говорит, «Хорошо бы, если бы Ишмаэль был перед лицом твоим». Мы понимаем, что Авраам привязан к Ишмаэлю, мы понимаем, что в каком-то смысле он отдает ему предпочтение перед Ицхаком, когда Всевышний обещает рождение сына от цары. Он говорит ему, «Хорошо, вот я не очень-то надеюсь на рождение сына, еще одного хотя бы Ишмаэль ходил перед Табуэю». Понятно, что если здесь говорить на таком фрейдианском языке, фрейдианскими терминами, то у Авраама есть привязанность к Ишмаэлю ничуть не меньше, а может быть и больше, чем к Ицхаку. Почему это так? Опять же, потому что у Авраама главная цель – это распространение знаний о Боге среди всех народов. И он считает, что Ишмаэль гораздо в лучшей, в большей степени подходит для этой цели, чем Ицхак. Ицхак – человек возвышенный. Может быть, его еще нет, он не родился, но Авраам может представить уже очень легко себе ребенка, возвышенного человека, оторванного от этого мира человека, такого совершенно как бы возвышенной, высокой духовности. Так он представляет себе Ицхака. И поэтому, по мнению Авраама, Ицхак не справится с этой задачей распространения знаний о Боге во всем мире. Он останется типа предыдущих праведников, сам по себе, как Ханох, потомок Гебеля, о котором говорится, что не ходил Ханох, живший еще до потопа, о котором говорится, что и ходил Ханох перед Богом, и вот нет его. Ханох был великим праведником, которого в каком-то смысле забрал Всевышний. Как забрал Всевышний? Может быть, он просто ушел, как в горы, как в монастырь, уединился, и его влияние на человечество было равно нулю. Мы понимаем, что и Нох, и Шем пытались повлиять на своих потомков, но у них это не получалось, и они также как бы уединились, устранились от этой, скажем, такой работы воспитательской, вот, образовательной воспитательской работы, они устранились. Авраам представлял, что человек, который сильный, поближе к земле, попроще, с одной стороны, с другой стороны, одержимый верой в единого Бога, он гораздо в лучшей степени, в большей степени сможет повлиять на окружающие народы. И поэтому он так, если как можно, позволено сказать, сделал ставку на Ишмаэля в большей степени, чем на Ицхака, и до определенного момента полагался на то, что Ишмаэль продолжит его дело. Это не значит, что Ицхак хуже, но Ишмаэль подходит для этой роли с точки зрения Авраама больше. Интересно представить себе, как бы, скажем, да, в развитии истории, забегая вперед, можно видеть, что такой, как бы, ход несколько упрощенного понятия о религии, о жизни, он не срабатывает. Мы видим, скажем, потомков Ишмаэля, если не физически, кто духовных сегодня, и мы понимаем, что это никакое не распространение знаний о едином Боге в мире, а просто разрушительная сила, которая превращает все в пустыню, цивилизацию, знания. Все это не ценится и все это уничтожается. Бесконечные войны вместо попытки продвинуть мир к единству и к миру продвинуть все человечество. И, как бы, если так можно сказать, позволено опять же сказать, что план Всевышнего, он несколько другой. Он подвести потомков Авраама, потомков Ицхака, потомков Исраэля, Якова, подвести горе Синай и там определить для них задачу. Вы будете обществом, вы будете царством священников и будете святым народом. Только царство священников. Людей высоко духовных. Только святой народ может повлиять на человечество, став, как бы, сосудом для распространения божественного духа, божественного присутствия во всем мире, для распространения пророчества во всем мире. Может построить храм, место, через которое божественное присутствие ощущается во всем мире. Это только таким образом может произойти исправление мира. Никакие упрощения, никакой примитивизм, от которого сам Авраама отказался вначале, здесь не пройдет. В этом плане интересны также и Бнаиктура, сыновья Ктуры, на которой женился Авраам в преклонном возрасте. И совершенно неважно, кто она была, Агарь, другая женщина, совершенно это, как бы, не влияет на общую картину. А общая картина заключается в том, что Авраам отсылает этих детей впоследствии от Ицхака, когда он уже начинает понимать, каким образом может произойти исправление мира, когда он уже давно, как бы, отослал Ишмаэля и по пророческому повелению Сары. И он отсылает также и сыновей Ктуры, он отсылает от Ицхака, и дает им подарки. А сыновьям наложниц, может быть, собирательным просто, он дал подарки. Дал подарки, и Раша здесь приводит интереснейший комментарий, что подарок, который он дал сыновьям Ктуры, это Шем Тума, это нечистое имя. Все, Раша сказал и пошел дальше. Мы должны осмыслить то, что он сказал. Что значит нечистое имя? Мы понимаем, что значит нечистое имя. Это представление о Всевышнем, которые так или иначе связаны с этим материальным миром, когда человек не может подняться до высокой абстракции, до понимания бесконечности, как бы оперировать категориями бесконечности, когда человек не может понять, что точка так же бесконечна, как и вся Вселенная, что между двумя ближайшими точками содержится бесконечное число точек и так далее. как бы такими категориями, в полушутку говоря, дифференциальной математики, он не может пользоваться. Ему объясняют по-простому. Но и получается некоторые через материальные образы, не абстрактные материальные образы, получается нечистое имя. Нечистота в данном случае это, как бы, как сказать, может представить себе так, прямая непосредственная связь с духовностью и материальным. Когда нету этой грани, как бы перескока, что материальное для меня является только некоторым образом, от которого я могу оттолкнуться и куда-то представить себе духовный мир. Но между материальным миром и духовным есть разрыв, я это знаю. А когда вот есть такое прямое непосредственное соединение между материальным и духовным, между материальным и духовным миром, то это как раз и есть нечистота. И, опять же, это вытекает из идеи, не из идеи упрощения. Говорят, что, скажем, есть мнение, что манайктура, сыновьяктура, они отправились куда-то, отправились куда-то в Индию, да, и там, скажем, развивался, возник, развивался индуизм, может быть, не знаю, не берусь сейчас как бы утверждать и проверять с научной точки зрения, вот, но, да, можно только заметить, что Лиавдин, верховное божество в индуизме, это Брахман от слова Браха. Может быть, это та самая Браха, та самая, та самая благословение, которое дал им Абрахам, когда он их отослал, да. И вот мы здесь видим линии такие, да, восточные религии, которые, безусловно, представляют собой, скажем, самую большую нечистоту. Ишмаэль, религия ислама, и Ицхак, который в конечном итоге все-таки становится продолжателем, единственным, единственным возможным, если так мы можем сказать, да, продолжателем дела Абраама, ни через кого другого. Знание о, истинные знания о Боге, линия, которая должна привести к исправлению мира, она не может пройти. У Ицхака рождается Исаф, о Якове поговорим позже. И мы видим, что Ицхак отдает предпочтение Исафу перед Яковом, насколько это настоящая любовь, ненастоящая любовь, совершенно для нас сейчас не важно, нам важна идея Ицхака. Идея Ицхака та же самая. Он видит в Исаве человека сильного, хотя, может быть, и не столь духовного и возвышенного, как Яков, и отдает Исау предпочтение, потому что ему представляется, что, так сказать, в кавычках порядок в мире может навести только Исаф. И без порядка, как бы без установления определенного порядка, невозможно распространить в мире верные знания и о Боге, и о человеке, и верные представления о морали, и о том, как должно строиться общество, все это сделать невозможно, если не подходить со стороны силы положительной, силы, в основе которой лежит знание о едином Боге Исаф, безусловно, как бы его там не обвиняли бы до поклонствия, и какие бы ошибки, даже связанные с его поклонством, он не допускал, безусловно. Он вырос в семье Исхак, и у него есть совершенно четкие представления о Боге Абраама, о едином, бесконечном, всемогущем. Это все есть у Исафа, плюс к этому у него есть сила, и хотя у него нет той же тонкости, которая есть у Якова, Исхак отдает Исафу предпочтение, может быть, даже потому конкретно, что у Исафа нету этой тонкости. В скобках замечу, что многие из идей, которые я вам пытаюсь изложить, они содержатся, изложены у Рав Кука, у Рав Авраама Исхака Кука, Акуэна, в его работах, в его трудах. Теперь, и вот у нас еще одна ветвь, Исаф, от которого, как считается, пошло и распространилось целый ряд таких учений, скажем, духовных, условно говоря, в мире. И, прежде всего, считается, что от Исафа пошло христианство. Почему наши мудрецы связывают с Исафом христианство? На первый взгляд, очень трудно представить себе, где Исаф и где христианство. Но мы не говорим, прежде всего, о, скажем, передаче по крови, по крови, как бы мы не собираемся брать ДНК у современных христиан и где-то находить ДНК потомков Исафа древних и сравнивать это. Мы далеки совершенно от этого. Речь идет о духовном наследии. А если говорить о духовном наследии, то связь здесь прослеживается весьма и весьма четкая. Исаф всю жизнь воевал с Иаковым за первородство, христианство, всю его основу, от его рождения, и, надо полагать, до его смерти, оно будет воевать с сыновьями Израиля за первородство, за избранность, за первенство в мире и, скажем, основная идея христианства, без которой она невозможна, как бы оно там не принимало существование евреев сегодня и так далее, какие бы изменения у него происходили, корень христианства то, что христианство – это новый Израиль, старый Израиль не состоялся, не смог исправить мир, а вот теперь есть новый Израиль, упаси Бог, это церковь и так далее, это идея христианства. Мы видим здесь, как бы, как раскладываются вот эти течения, направления в мире, которые Исподваль рисует для нас Девреемим книга «Хроник». Теперь давайте с вами вспомним такой момент, что мы помним, что существует 70 народов и напротив них, как бы, существует 70 потомков Яакова. И если говорить о 70 народах, то в праздник Суккот приносятся жертвы, быки по количеству народов. Мы все помним, что в первый день Суккота приносится 13 быков, а в последний день Суккота приносится 7 быков. И вот, как бы, такая убывающая прогрессия, арифметическая сумма членов этой прогрессии нам дает 70. То есть за праздник Суккот приносится 70 жертв по количеству народов. Я специально говорю по количеству народов, а не за народы мира, потому что, потому что, есть здесь такая путница, принято говорить часто, что эти жертвы приносятся за народы мира, а это не совсем так, потому что одновременно мы говорим, что эти жертвы идут и убывают, как бы, подчеркивается, убывание народов мира. Так что, это за народы мира или за то, чтобы они убывали? Идея здесь очень простая. Это за народы мира, чтобы они убывали, потому что народ, как мы понимаем, общепринятое понимание, да, в общем-то, и с точки зрения Торы, это не только территория, как мы понимаем, не только язык, но это и религия. Поэтому приносить жертвы за народы, чтобы они и сохраняли свои идолопоклонческие религии, да, мы как бы не собираемся. Мы можем приносить жертвы за народы, чтобы они исправлялись, а исправляясь, они убывают и исчезают, потому что, отказываясь от идолопоклонства или переходя к другим формам, скажем, можно даже сказать, менее жестоким формам идолопоклонства, может быть, не знаю, как бы осторожно очень говоря, да, вот, и они убывают, исчезают, их прежние религии исчезают, значит, и народы исчезают. И в этом плане здесь есть очень интересная динамика, которую подчеркивает Илья Укитов в своей книге наследие, по крайней мере, я помню, книга эта названа по-русски, он берет, что он делает, он, не он сам, а как бы ссылается на традицию, которая существует в нас, и он говорит о том, что в сам праздник Сухот существует намек, как бы, когда у нас перед нами лежит Тор, и мы читаем текст, обязывающий нас приносить 70 быков за дни праздника Сухота, то мы видим, что народы в будущем должны разбиться на две группы, основные, на влияющие группы, что там с сыновьями Ктура, я не знаю, они, может быть, на Востоке как-то менее влияющие, а может быть, их слово еще в будущем, я не берусь сказать об этом, вот, но основные силы, с которыми мы сталкиваемся, это христианство и ислам, и на эти две силы разбивается мир, который окружает нас, и с которым мы постоянно сталкиваемся, так вот, то, что 70 народов раскладываются на эти две силы, есть намек непосредственно в тексте, который рассказывает нам о празднике Сухот, то, что отмечает Илья Улкитов, он говорит, что вот в первый день, когда приносится 13 быков, сказано Сиир и Зим козел, ну, как бы в шутку, может быть, говоря, из козлов, я бы сказал, из стада козлов, вот козел из стада козлов, второй день, говорится, Сиир и Зим, козел из стада козлов, можно сказать, что быки приносятся, это понятно, но кроме того, каждый день приносится козел, как грехоочистительная жертва, жертва очищения за грех, быки, как бы за народы мира и грехоочистительная жертва, так вот, первый день, говорится, Сиир и Зим, второй день, говорится, Сиир и Зим, Третий день, говорится, просто сиир, просто козел, не козел из козлов, а козел просто. А потом, секунду, вот у меня здесь убежало. Третий день сиир и зим. Потом опять, в третий день сиир. В четвертый день сиир и зим. И в пятый день сиир и зим. И в шестой день, в шестой день, почему у меня так прыгает это сиир, да? В шестой день мы с вами, да, мне нужно здесь, опять же, тогда я сейчас возьму с вашего разрешения другой кобиц. Это займет мне много времени, да? Надеюсь, что это займет немного времени для того, чтобы вам показать, поставить на экран эту схему. Эту схему. Что я делаю? Я делаю вот так. Да, 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 да. И вот мы берем этот ковиц файл, который я назвал бы кивсу-код. Вместо PDF, вместо PowerPoint берем просто Word. И вот здесь, как бы, если мы поняли этот принцип, то шестой день у нас также сказано сиир, не сиир, и зимний, просто козел. И седьмой день также просто сказано козел. Теперь мы делаем такую интересную вещь по следам Илья у китов. Мы смотрим, первый день 13, козел из стада, скажем, да? Второй день 12 быков и козел из стада. Третий день 11, и просто сказано козел. И так далее, и так далее. Теперь берем отдельно, складываем, да, когда сказано козел из стада. То есть складываем тех быков, которые напротив надписи «козел из стада». И мы получаем с вами 35. И складываем тех быков, которые напротив надписи «козел». Можете сами проверить. И получаем 35. Это намек. То, что народы, как бы, 70 народов делятся пополам. Делятся пополам. Древние культы иного поклонства уходят в прошлое. И появляются две основные линии на Сиир. Это, скажем, козел. Это один из образов Исава, который дается в Торе. И тут мы с вами легко понимаем, что все народы, 70 народов, за которых мы приносим, за которых мы приносим быков, мы приносим их не для того, чтобы они, не для того, чтобы они, скажем, усугубляли свое злоупоклонство, а для того, чтобы они отходили от него и приближались как-то к вере в единого Бога, даже если эта вера не очень, скажем, да, идеальна. И, наверное, последний момент, который мы с вами постараемся отметить. Всем хорошо известно такое понятие, как коды в Торе. Часто им пользуются неправильно и понимают их неправильно. Но, тем не менее, в Торе, если читать, скажем, просто самое простое с пропуском букв, то можно найти намеки на какую-то развертку тех аспектов, о которых говорится в этом месте Торы. Вот в качестве примера мы с вами возьмем из дворим, из четвертого перика. И здесь говорится, и рассеет Всевышний вас по народам, и останетесь вы немногим числом среди народов, куда поведет вас Всевышний вместе с вами туда. Так как бы сказано, мы сейчас не будем вдаваться в подробности. И будете служить там, чужим богам, изделию рук человека, дереву и камню, которые вы не видели и о которых вы не слышали, и о которых, прошу прощения, которые не видят и которые не слышат, и которые не едят, и у которых нету обоняния. В этом тексте я бы хотел рассказать и о человеке, который пользуется вот такими кодами, пользовался, начал пользоваться. Но у нас просто сейчас нет времени, мы с вами посмотрим такую вещь. Вот Великий Равин на сей день траницы, он оказал, что в этом тексте, если зацепиться вот за этот Вав, да, или даже, скажем, давайте это сделаем так, вот зацепимся за этот Ют с вами, да, и пойдем, пропуская буквы, сорок девять букв, да, вот, то, я пометил их красным, да, Ют, через сорок девять букв Шин, через сорок девять букв Вав, у нас получается Ешу, да, Лиабдель, Иисус, да, вот, это то дерево, о котором говорится в этом отрывке. А если пойти от, да, если пойти вот от этого мем, который у меня помечен желтым на экране, и опять, но пойти уже в обратную сторону, да, и через сорок девять букв мы встретим КАВ, а еще через тридцать девять букв мы встретим ГЭЙ, и у нас получится МЕКА, да, то есть что за дерево и за камень зашифрованы в этом, в этом отрывке, мы, когда, мы уже можем себе представить, да, Ислам и христианство, это в качестве такого наполнения иллюстрации того, о чем мы с вами говорили о том, что народы переплавляются, так сказать, два таких основных направления, принципиальных для нас, да, Ислам и христианство. Здесь я поставлю точку, не знаю, осталось ли у нас время на вопросы, я бы хотел на самом деле закончить, потому что если вопросов нету, то, конечно, лучше, лучше сразу закончить, как бы, да? Ради, очень радостно, спасибо огромное, хотела спросить, но Захария, пророк, пишет, что этот день будет единым, то есть народы исправятся в конце концов, и что тогда в сухот будет приносить, или этот праздник как-то изменится? – Дай Бог нам дожить до этого времени, а там, что делают сухот, мы разберемся. Понятно, что у заповедей есть много пластов смысла, да, можно посмотреть и так, и так, можно посмотреть несколько повыше, и, как бы, ничего не изменится, можно полагать, да, но, как бы, наполнение, наполнение будет похожим и непохожим, да, то есть, как, что произойдет точно и каким образом, я представить себя не могу. Во-первых, опять же, дай Бог дожить, а второе, да, смысл, заповеди обретут несколько другой смысл. У нас говорится в трактате «Амгела», что в будущем останутся только две заповеди – Ханука и Пурим. Насколько можно себе представить, люди обычно ошибочно также понимают, что все заповеди отменятся. Они не отменятся, они обретут совершенно, как бы, будет другая смысловая нагрузка, совершенно другая смысловая нагрузка. А вот Ханука и Пурим, они, как бы, будут существовать вот в таком же плане и ключе, как они сегодня существовали. Что-то хочется еще спросить? Или... Рамцы, можно вопрос? Да, пожалуйста. Во-первых, спасибо большое за урок. А вопрос у меня вот какой. Скажите, на чем основано то, что вы сегодня говорили про Ишмаэля? В Торе и то, что я, в общем, по-русски, правда, конечно, читал в Раше, о нем вообще очень мало известно. Его достаточно рано отсылает по требованию Сары и, так сказать, благословения Ашема, который говорит, слушайся Сару в данном случае. Он, скрипя сердце, его отсылает. То, что можно прочесть в Торе непосредственно, там он почему... Я так понимаю, может, я неправильно понимаю. Почему он говорит, только бы Ишмаэль ходил перед тобой? Не потому, что он его предпочитает еще не родившемуся Ицхаку, а потому, что этот сын уже есть в этом мире. И он уже к этому времени утратил надежду получить наследника от Сары. И вдруг ему является ангел и говорит, что будет через там 9 месяцев родить. Говорит, мне бы хотя бы этого сохранить. Тем более, что, так сказать, времена были тяжелые. И, так сказать, мало ли, сегодня жив ребенок, завтра Хасвахалила его нет. Вот, я так понимаю. Просто понятно, что вы на чем-то основываетесь, а не просто, так сказать... Ну, то, что я вам пытался сказать, что основание это Раф Кук, его взгляд на вещи. А это тоже, я понял, да. То вся вот эта картина, как бы более или менее, вот если, дай бог, я ничего там в деталях не напутал, в общем, эта картина, это картина Раф Кука. И тут, понимаете, как бы, да, часто или, может быть, даже всегда, я даже не знаю, какими словами сказать, интереснее, если так сказать, исходить не из бытовых моментов. Вот, скажем, вот ребенок, дети болеют, часто умирают, мне бы этого сохранить, будет ли у Сары сын, сын, это еще неизвестно, роды у женщин всегда тоже тяжелые. Это все бытовые моменты, да. А мы, как знаем с вами, даже за бытовыми моментами, если так можно сказать, проскакивает фрейдианская всегда идея, идея, которая находится в подсознании, да. И пророк Ховакук, как бы, скажем, да, он, если так можно сказать, усугубляет, подчеркивает этот момент. Он говорит, да, что, да, он говорит, как бы, обращаясь от имени еврейского народа, он обращаясь к праотцам, говорит, Авраама не знали, Ицхак тоже, ты, Яков, наш отец, да. Так что, отец, как бы, да, избравший нас, видевший в нас основание для, основание исправления будущего мира, был только Яков. Авраама и Ицхак находились в поиске. Так что, скажем, не всегда можно увидеть, откуда Равкук берет свои посылки, но явно у них есть корень и в Торе, и в пророках. Видите, да, то есть это очень такое тяжелое заявление, как бы, мы всегда говорим, мы всегда говорим, наш пророк, а тут, в одном месте, да, Авраама не знаем, Ицхака тоже, ты, Яков, наш отец. Да. Окей. Спасибо. Не за что. Я Шеркова. Да. Надеюсь, что только ничем вас не огорчил, что у нас родилось ощущение, что все будет хорошо. Равзи. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Абраам, я не совсем понял. это Абраам, похороны, и там перечисляются сперва... Да, да, что Ишмаэль приходит на похороны Абраама, да, и Иш... Вот... Да, да. И картинка, что тоже Исма встречает Иси, когда тот приходит из болота, то напоминает ли это нам эти две картинки о том, что будет вот это исправление... Давайте мы с вами сделаем так. Давайте мы обсудим это в письменном виде. Вот. В крайнем случае, в начале следующего урока есть что сказать по этому поводу. Хорошо, просто чтобы сейчас уже время у нас мы полтора часа с вами здесь в эфире. Давайте в письменном виде, хорошо? Если напишите мне, я постараюсь ответить. Хорошо. Ладно. Я со всем прощаюсь, желаю хорошей недели и всего-всего самого доброго. Вот. И покидаю наше собрание. Спасибо.